Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас кислый и при этом очень полезный выпуск. В честь этого продукта назвали любимый многими лимонад. В средневековье считалось, что герой нашей программы – это сильнейшее противоядие от змеиного яда и лучшее лекарство – от чумы. Его название произошло от китайского слова «лимунг», что в переводе означает «полезный для матерей». Если апельсин считается символом взаимной любви, то этот продукт, наоборот, безответный. В Испании назойливому ухажеру барышня может подарить этот фрукт, и тот сразу все поймет. На званых обедах, где на десерт подают чернику, на столе в обязательном порядке должен быть и герой нашей программы. Ягоды окрашивают зубы в темно-синий цвет, а сок этого фрукта помогает избавиться от неловкой ситуации. Полезные вещества, которые содержатся в кожуре, помогают снять головную боль, напряжение в суставах и мышцах, а листья дерева используют как жаропонижающее средство. Вы наверняка догадались, о чем сегодня пойдет речь. Разбираемся, как выбрать вкусные и сочные лимоны. Что перед вами? Угадайте с закрытыми глазами. Или аромат расскажет все? Тонкое или толстое? На любителя. И почему о вкусах не спорят? Берите с собой салфетку или как выбрать сочный лимон? До сих пор истории неизвестны, где точно и как появились на свет лимоны, ведь в дикорастущем виде их не существует. Ученые сходятся во мнении, эти фрукты гибрид других цитрусовых. Но вот первые упоминания о них датируются 12 веком. В Европу лимоны привез Александр Македонский после похода в Индию. Их ели и не морщились от известной кислинки, ведь те фрукты были сладкими. В 17 веке моряков прозвали лимонниками. Во время странствия они спасались цитрусовыми от цинги. А это заболевание как раз связано с недостатком витамина С в организме человека. В лимоне без лишней скромности полезно все, даже листья. Вот несколько полезных советов. Голова болит так, что нет сил, а лекарства не спасают. Приложите лимонную корку влажной стороной к виску на 10-15 минут. Боль вскоре пройдет. Чувствуете, что начинается ангина, надо жевать цедру сырого лимона. Но не пейте, не ешьте в течение часа. Повторяйте процедуру каждые 3 часа. Эфирные масла и лимонная кислота победят бактерии. Давайте узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при выборе этого фрукта. Лимон часто гость у нас в доме. Мы готовим вместе с ним горячие напитки и холодные напитки. Поэтому внимательно относимся к выбору этого фрукта. Проверяем, чтобы не было темных пятен на кожуре, чтобы не было вмятин. Это может говорить о грубой перевозке, при которой лимон пострадал. Такие лимоны быстро загнивают или покрываются плесенью. Смотрим, чтобы кожица была не слишком толстая. Потому что в этом случае не совсем ясно, какого качества этот фрукт. Здесь подходит золотая середина. И обязательно обращаем внимание на запах. Хороший лимон, он будет пахнуть достаточно сильно. И не химия, а именно с этим фруктовым приятным запахом с кислинкой. Лимон я выбираю поменьше. Потому что когда разрежешь его, его очень много сразу нельзя съесть. И он остается такой вот в холодильнике. Заветранный лимон с попкой. Попытка прикрыть его, чтобы он не заветривался. И он очень долго лежит в холодильнике. Мне это не нравится. Поэтому я люблю маленькие лимоны, которые можно порезать и сразу съесть. Люблю, чтобы они были немножко пошершавее. Больше, чем они были гладкими. Ну и, естественно, по запаху. Лимон должен просто благоухать. Лимоны я выбираю чистенькие визуально. Разве что. И с толстой кожурой. Потому что лимон из тонкой кожурой для меня имеет какой-то специфический запах. Но это, видимо, сорт просто другой. Короче говоря, я всегда выбираю лимоны с самой толстой кожурой. Первое, на что надо обратить внимание, это внешний вид. Если вы покупаете фрукт для того, чтобы сразу съесть, а не хранить, обратите внимание на плоды с бугристым и немного блестящим покрытием. Перезрелый плод сразу изменит форму, если на него надавить. Но в этом случае фрукт будет уже не так богат витаминами. Если вы покупаете лимоны для хранения, выбирайте недоспелые. У них тонкая, гладкая и матовая кожура. Есть поклонники толстой лимонной корки и те, кто предпочитает тоненькую кожицу. Так вот, толстая кожура – это не недостаток. В ее белом слое очень много витаминов, и еще он сохраняет питательные вещества и сок самого фрукта. Запах очень важен. У хорошего лимона он узнаваемый, резкий, характерный. Спелый фрукт всегда будет тяжелым. Читайте сочным. Легкий лимон, внутри сухой. Возьмите с собой в магазин или на рынок салфетку. Протрите лимон, если на ней следы, значит цитрус обработали химией. А вот цвет плодов значения на самом деле не имеет. И зависит он от сорта. Для того, чтобы разобраться в многообразии вариантов, возьмем на пробу три варианта трех разных производителей. Нам удалось найти их все в одном магазине. Героями нашей сегодняшней программы станут лимоны, которые привезли из Аргентины, Турции и Южной Африки. Последние отличаются вытянутой плодоножкой. Расставим их по алфавиту, согласно названиям, присвоим каждому номер от одного до трех, испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте чек. В лаборатории будет осмотрен внешний вид для того, чтобы отсечь наличие плесени или гнили на продукте. Также будет измерен размер, соответствует ли он тому сорту и виду, по которому маркирована продукция. Ну и стандартный набор из токсичных микроэлементов, антибиотиков и пестицидов, которые могут использоваться производителями для ликвидации тех либо иных угроз биологического характера для их урожая. Зеленые пятна – фрукт недозрел. Кожура мягкая и пружинит – перезрел. Фрукт не пахнет – значит, производитель переборщил с химикатами. Вялая кожица – признак неправильного хранения. Темные пятна расскажут о начале процесса гниения. Хранить цитрусовые необходимо при температуре от плюс 6 до плюс 8 градусов. Не стоит их мыть перед тем, как отправить в отсек для фруктов в холодильнике. Не замораживайте лимоны, а уже разрезанные съешьте в течение суток. Лучше держать его под крышкой в специальной таре, лимоннице и срезом вниз. Так фрукт потеряет меньше влаги. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Есть крылатое выражение. «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Но, стоит сказать, лимон действительно был в истории такой факт, когда этой уловкой воспользовались недоброжелатели, которые решили сорвать концерт духового оркестра. Они сели в первом ряду в зрительном зале и в один момент начали есть лимоны. Оркестранты. Не смогли играть, потому что у них резко повысилось слюноотделение. Смотрим на внешний вид. Кожица без повреждений, темных пятен и увядших участков. Ставим всем героям плюсы. Аромат. Лимоны обязаны пахнуть лимонами. Резко характерны так, чтобы с закрытыми глазами понять, что перед вами. И тут еще раз плюсы у всех конкурсантов. Кожица. В этом вопросе нельзя сказать однозначно. Толстая, плохо или тонкая – хорошо. Ведь для разных целей подойдут разные лимоны. Более бугристая кожица у третьего конкурсанта. Она окажется и самой толстенькой. А вот у двух других потоньше. И это лишний раз доказывает озвученную нами параллель. Добавляем всем еще раз по одному балу. Однажды Дмитрий Шостакович на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II после того, как выпил чай, съел дольку лимона, которая была в чашке. Это вызвало шок гостей. Ведь, по их мнению, совершить такой поступок – правило плохого тона. Но Елизавета II поступила по-королевски. И вслед за известным композитором съела и свой ломтик кислого фрукта. То же самое сделали потом и другие приглашенные. И с тех пор это стало доброй традицией. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники боролись за победу. И в лидеры на этой неделе вышли все. Главное, чтобы лимон был свежим. А вот на вкус они примерно одинаковые с кислинкой и слабо выраженной горчинкой. Поздравляем победителей! Думаю, теперь вы сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт сова.инфо. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!